Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вашему вниманию ежедневная общественно-политическая и социальная программа МИЗГЭЛЬ. Каждый день с гостями в студии прямого эфира мы обсуждаем и разбираемся в самых острых и актуальных темах волнующих зрителей. Сегодня мы будем говорить о судебной сфере. Вместе с вами узнаем об инновационных проектах, реализуемых в Акмолинском суде, и о том, как же это – принимать участие в судебном заседании, находясь вне зала. С нами на прямой связи находится заместитель руководителя администратора судов по Акмолинской области Сайра Шуакпаева. Здравствуйте, Сайра Сагидовна! Здравствуйте, Юрий! В вашем ведомстве реализуется ряд пилотных проектов. Давайте поговорим о них более подробно. Итак, первый проект – «Ночной суд». Расскажите, что он из себя представляет? Проект «Ночной суд» в нашей области проходит в административном суде города Кокшитал. Данный проект стартовал у нас с июля месяца. Цель данного проекта – это оперативное рассмотрение дел, но здесь только участвует по правонарушениям дорожно-транспортное правонарушение. Ну, что здесь можно сказать? Значит, здесь оперативно рассматриваются дела, копия постановления получается сразу, но здесь есть одно, где дорожно-транспортное происшествие, виновное лицо где? Согласно, что дальше он данное постановление не будет оспаривать. В чем преимущество этого проекта? И для всех ли сторон он удобен? Преимущество данного проекта заключается в том, что кратчайшие сроки участники процесса получают постановление суда. Здесь стороны должны быть обоюдно согласны. Виновное лицо должен в полном объеме признать вину. Сэра Садидовна, еще один пилотный проект – помощник судьи. Насколько известно, он направлен на оптимизацию работы судей и выявление преимущества и недостатков существующего института помощников судей. Прокомментируйте данный проект. Данный проект у нас начал работать с юлия месяца. Это у нас в Кокшитовском городском суде и Кокшитовском специализированном административном суде. Данный проект. Работают помощники судьи. Преимущество данного проекта – это для эффективной работы суда. Судьи отошли от технической и административной работы. Первая очередь. Это у нас идет. Второе. Значит, помощники судьи. Во всем помогают судьям. Значит, все собирают все материалы для процесса. Судьи своевременно направляют извещения. Это тоже очень много значит. Следующим. Сами набирают навыки судьи, помощники. По данному проекту со стороны граждан стало меньше жалоб на судей. Потому что в основном техническую работу делают помощники судьи. Мы так думаем. Все делается своевременно. Даже вот много жалоб у нас из граждан, что судьи первые инстанты своевременно не направляют дела в апелляционную инстанцию. В это время помощники судьи помогают судьям все это формировать, чтобы оно все вовремя, своевременно ушло. Помощниками судьи мы выбирали из лучших специалистов с экономией заработной платы. Мы им сделали доплату. Являясь помощниками судьи, они нарабатывают себе как-то навыки судьи. Это уже полноправные, уже готовые судьи. В будущем помощники судьи. В ряде программных документов Ельбасы говорит о необходимости цифровизации. Этот процесс не обошел стороной судебную систему. Вы реализуете пилотный проект «Виртуальный суд». В чем его преимущество? Сейчас по судебной системе реализуется несколько проектов. Но я чуть-чуть, наверное, отклоняться буду. На данный момент у нас по республике работает видеоконференц-связь с судами, между судами. Кроме этого, видеоконференц-связь с учреждениями. И третье у нас идет. Виртуальный суд. Это как бы объяснить правильно. Районные суды вместе с районными акиматами отобрали из каких сельских округов больше жалоб и обращений в районный суд. Мы отобрали несколько сельских округов. Данный пилотный проект у нас действует в четырех районных судах. Это Бурабай, Адбасар, Кургалжин, Сандахтауские районные суды. В общем, здесь с помощью с местными акиматами в сельских округах оборудован уголок виртуальный. Это что такое уголок? Там установили компьютер и через биф-камеру с нашими судами проводят видеоконференц-связь. Давайте немного поговорим о процедурах примирения в суде и вне суда. Как происходит этот процесс и всегда ли удается примирить стороны? Данный проект у нас по республике стартовал с апреля месяца, а у нас по области в мае месяце. В первую очередь мы данную примирительную процедуру запустили в областном суде. Среди судей у нас есть судья-примиритель, судья Иртаева. Потом распоряжением председателя Акмолинского областного суда в пяти районных судах запустили данный проект. Это у нас Бурабай, Адбасар, город Кокшитал, экономический суд и Адбасарский суд. На сегодняшний день более 3000 дел проходило через этих судей-примирителей. Данный проект как-то с гражданами пока полностью не одобряются. Но за 10 месяцев у нас рассмотрено более 3000 дел. Я знаю о том, что не так давно в Степногорске состоялось открытие пилотного проекта «Фронт-офис». Расскажите о нем, что он в себя включает. Проект «Фронт-офис» по республике уже действует с марта месяца. У нас в октябре мы первый «Фронт-офис» открыли в Степногорском городском суде. Само вот это определение «Фронт-офис» — это где есть просторный зал, где зал оборудования, оргтехники современной, и где есть место для адвокатов, медиаторов, для судебного исполнителя. И комфортные условия для посетителей. Вот это у нас как-то вот называется «Фронт-офис». Ну, что касается Степногорска, вот мы открыли на данный момент уже «Фронт-офис» у нас действует. Граждане вроде довольны, кто приходит в Степногорский городской суд. Что им комфортно ожидать. В суде непосредственно можно разговаривать с медиатором, судебным исполнителем. Если есть некоторые непонятные вопросы, там же рядом сидит и адвокат. Сэра Садизовна, и последний вопрос к вам. Расскажите о так называемом «семейном суде». Необычная формулировка. Хотелось бы услышать о том, что он из себя представляет, и какие дела находятся в его юрисдикции. На сегодняшний день «семейный суд» у нас по республике стартовало только в четырех областях. Это Костанайский областной, в Костанайской области, Карагандинский, Восточно-Казахстанский и города Астана. Но само по себе этот «семейный суд» уже говорит название. Это на базе, скорее всего, будет, где ювенальный суд и городской суд в области. В данном суде будет рассматриваться дело, которое касается чисто по несовершеннолетним. В семейных судах будет предусмотрен центр. В этом центре, как я уже ранее сказала, как обычно, медиаторы, семейные консультанты и психологи будут участвовать. Но пока данный проект, раз реализуется в четырех судах, мы планируем также в декабре месяце в Кокштабском городском суде реализовать. Сэра Садидзина, спасибо вам большое за интересную беседу и полную информацию. А я напоминаю нашим телезрителям, сегодня мы говорили о инновационных проектах, внедряемых в судебную систему региона. Встретимся с вами завтра, чтобы снова поговорить, уважаемые телезрители, на самые актуальные темы дня. Всего доброго и удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова